Сейчас буквально пару слов об особенностях работы вузов со спринтом. У нас есть кейс, я сразу сделаю спойлер, и еще я к нему вернусь, собственно говоря, в конце. У вузов достаточно парадоксальная ситуация, ну и у вузов, и у нашего акселератора. Дело в том, что мы активно заняты поиском проектов НКИД, а вузы параллельно не менее активно с 2012 года заняты коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности. Теоретически они друг с другом встречаются, но мы на площадке практически не видели. Несмотря на то, что мы ищем отечественные решения, а вузовские решения всегда отечественные, к нам эти проекты практически не попадают. В каждом наборе из трех, которые были, мы видели по одному проекту, который имел какое-то отношение к вузу. Нам стало интересно понять, почему синергии не происходят. Ведь любой университет – это как раз то самое место, где должны разрабатываться новые технологии. И учитывая интерес государства к IT-сектору, не может быть, чтобы в вузах не разрабатывалось ничего, связанного с IT-сектором. Это делают и студенты, это делают и преподаватели, и совместно они это также делают. Насколько я понимаю, у вузов, которые нас слушают, если они подали заявку успешную или не очень успешную в программу «Приоритет 2030», в любом случае там что-то, связанное с IT-технологиями, есть. И, казалось бы, мы должны просто не видеть отбоя от заявок от вузов, а на самом деле этого не происходит. Почему так? Что мы предполагаем? Как правило, в вузе текущая ситуация следующая. То есть коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности обычно незначительная. Это касается не всех. В любом вузе есть команды, которые достаточно много денег приносят, и огромное количество других результатов, которые вообще никаких денег не приносят. Есть заявки, есть патенты, есть статьи, но нет продаж. Акселератор как раз специализируется на том, как из идеи, работающей идеей, можно сделать системные продажи. И мы вас зовем сюда, потому что мы знаем, как это сделать, если у вас есть команда, которая верит в свою идею. Вторая история про продажи – это все-таки не про вузы. Как правило, когда общаешься с коллегами, имеющими тоже ученые звания, ученые степени, они рассказывают о том, как они много публиковались, где у них есть результаты, где они внедрены иногда, особенно если кто-то работает на оборонку. Но почти ничего не говорят о том, что мы продали на миллион, на два, на три. Поэтому вы, наверное, когда слушали сейчас моих коллег по акселерации, вы, может быть, удивлялись, почему столько времени люди говорят о продаже. На самом деле продажа – это, наверное, одно из самых приятных вещей, которые происходят и с вузовским проектом в том числе, потому что он чувствует, что он кому-то нужен. То есть мы не знаем, читают ли наши статьи, но мы точно понимаем, что если человек заплатил деньги, значит, ему нужен тот результат, который мы хотим. Если вы хотите мотивированные команды, вам тоже к нам, потому что мы их сфокусируем, они продадут, и они будут счастливыми, и будут приносить вам коммерциализацию. Как правило, предпринимательская активность в вузах тоже развита, но по определенным направлениям. Есть конкурсы, а спин-офф-компании, про которые нам так активно рассказывают со времен министра Ливанова, почему-то в вузах не возникают. Есть МИПы. Практически, если есть представители вузов, вы знаете, у вас их было зарегистрировано под одной из программ развития вузов достаточно много. Но при этом они не приносят денег, хотя должны бы. То этим командам тоже в акселератор. Мы либо поймем, что та идея, которая у них есть, она, в принципе, продаваться не может, либо мы поймем, что мы знаем, как сформировать у них предпринимательские навыки, и они начнут приносить вам коммерческий результат. Ну и последнее. Вузы достаточно серьезная инфраструктура. Она огромная. Вузы, которые входили в проекты 5100, и которые вошли сейчас в приоритет 2030, не имеют колоссальной площади, колоссальное оборудование, которое не всегда задействовано. Вот мышление в акселераторе меняется в сторону того, что если у тебя есть хоть что-то, это должно быть задействовано в режиме 24 на 7. То есть этого мы тоже можем научить. Что получит вуз, если зайдет к нам? Получит команду, которая умеет работать в рыночных условиях, и которая может провести трансформацию в университете, в том числе и цифровую. Вуз получит клиента, ориентированность хотя бы у некоторых людей, когда люди начнут думать не о том, где бы взять финансирование на свои исследования, о том, кому они вообще нужны. Это полезно для любого вуза. Метод работы. Тоже мы дадим, как проверять гипотезы быстро, как не ждать годами каких-то результатов. Мы мотивируем. То есть с нами вместе, как говорил Дмитрий в своем выступлении, мы проходим с вами вместе эту долину смерти. Если вы ее проходите, вы понимаете, что успех, в принципе, достижим. Эффективность повышается кратно. И фокус, потому что акселяртор любую команду переводит в режим форсажа, и это, в общем-то, ни одному из вузов, наверное, по научной деятельности не повредит. Собственно говоря, чтобы не занимать время, я напомню, что дедлайн текущего набора 1 марта, где подать заявку, есть в презентации. И 17-го, если вам интересно, приходите, пожалуйста, на вебинар. Там мы уже достаточно детально ответим на вопросы, как подать заявку, что будет происходить. Ну и, собственно, обещанный, у нас есть кейс. Во втором наборе спринта был вуз. Он сегодня выступает как раз. И это был очень успешный кейс. Команда пришла с нулем, с другим продуктом, сделала пивот, поменяла продукт на другой, нашла, как его продавать и сделала продажи больше, чем на полмиллиона рублей за невероятное количество времени в 6 недель от момента пивота. Большое спасибо. Буду рада ответить на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok